Счастье Что такое счастье и как стать счастливым человеком? Есть такая шутка, в которой есть доля шутки, что счастье – это иллюзия, которую придумали женщины. Счастье, если уж так говорить с точки зрения фразеологии, то есть это состояние сознания, когда человек все вокруг удовлетворяет. Ровно настолько, что ему этого достаточно. То состояние его восприятия действительности, когда ему достаточно хорошо жить. Если вы являетесь обычным человеком, то состояние счастья вы удовлетворены. Если вы являетесь человеком духовным и развиваетесь духовно, то придя на определенный уровень сознания, подняв сознание на определенный уровень, вы поймете, что счастье – это лишь определенный эмоциональный фон, и что это не то, что высокая точка сознания, это такая промежуточная точка человека-животного. И что над счастьем есть более тонкие, более интересные состояния, в котором счастье что-то наподобие радости ребенка, когда ему подарили новую лопаточку. Что-то вроде того. Если вы занимались духовными практиками, например, у вас была когда-нибудь нирвана, то вы очень хорошо меня поймете, и мне ничего добавлять не надо. Счастье – это признак удовлетворения человека в вопросах социальных, физиологических, психических, эмоционально-психических, душевных. То есть есть удовлетворение до определенного уровня. Человек чувствует себя счастливым. То есть счастье человек может получить просто от того, что в семье у него очень хороший резонанс. У кого-то влюблен, он счастлив, например. То есть он не любит так, это не та любовь от Бога, а это эмоционально-психическая любовь. Любовь бывает эмоционально-психическая и бывает высшая любовь, то есть любовь мистиков. Это не одно и то же. Получив эту эмоциональную любовь от общения, например, с женщиной, человек может чувствовать себя счастливым. Или наоборот женщина может себя чувствовать счастливым. Не важно. Ребенок может быть счастливым от того, что ему подарили новую игрушку. Понимаете? Поэтому понятие, скажем, и ощущение любви зависит от вашей степени восприятия действительности. Потому что когда вы маленький, вам достаточно игрушки, чтобы быть счастливой. Когда вы подросток, вам нужен компьютер. Когда взрослый человек, вам нужна машина, или любимая женщина. Когда вы уже всем этим наигрались, вам нужен собственный бизнес, вам нужны яхты. Понимаете? Это игра восприятия. И чем тоньше поднимается ваше сознание, тем меньше вы за это цепляетесь. На самом деле, чтобы по-настоящему жить истинной жизнью, можно ничего не иметь и находиться в том состоянии, которое намного тоньше и интереснее счастья. Есть такое понятие в традиции дзен – это истинная абсолютная пустота. То есть это не опустошенность, о которой принято иногда говорить, которая связана вообще со стрессом, а именно пустота. Когда вы достигаете состояния пустоты, вы понимаете, что счастье – это одна из иллюзий. Хотя это состояние счастья может помогать человеку в жизни, то есть его вдохновлять, давать ему смысл жизни, стимул. То есть на каком-то этапе развития она может быть помощником человека и создавать в человеке какие-то позитивные перемены, может быть так называемым двигателем для решения определенных задач. Но если вы развиваетесь, то вы понимаете, что счастье – это лишь некая психическая точка, через которую вы однажды перешагнете и будете опираться не на эмоциональный фон, а на внутреннее тонкое состояние сознания, которое, ну, можно, наверное, хоть именно за психическим, но нельзя же работать эмоциональным. Так что стремитесь быть существом духовным и старайтесь выйти за пределы счастья, потому что счастье – это некая область восприятия, которая говорит о том, что вы еще человеко-животное. И чем вы более являетесь человеком-животным, тем больше ваше счастье завязано на материальные объекты. Еще есть такой момент, что ум человека, обычного человека, особенно человека, не занимающегося творчеством, он быстро насыщается. Что сегодня для вас было достаточно для счастья, а завтра мы можем наскучиться, мы можем что-то новое. И чем дальше, тем этого нового нужно больше. Соответственно, это зависит, конечно, от человеческого воспитания и от человеческих каких-то личностных качеств. Я вам рекомендую идти по пути духовно-душевного психического развития и коснуться вам той точки, на которой счастье уже не существует, на которой счастье действительно уже является иллюзией. Я не хочу говорить про счастье как про что-то плохое, потому что прямого плохого нет. Но это уровень, скажем так, человека-животного. Человек-животное может быть счастлив от того, что что-то вокруг него. Человек духовный, он находится в том состоянии, в котором ему не нужно никакой эмоциональной подпитки, чтобы переживать действительность очень тонко и быть наполненным. То есть внутреннее его существо наполненным тем качеством, что ему достаточно, чтобы жить так, чтобы и развиваться по духовному пути, и быть наполненным, и иметь ресурсы для того, чтобы все, что он делал, имело смысл. Счастье как бы еще создает такую ситуацию, когда все, что вы делаете, в известной степени наполнено смыслом. Проблема счастья в том, что она будет от вас требовать всего чего-то, чего-то еще. Потому что вы выходите замуж за какую-то женщину, через 15-20 лет женщина стареет, и у вас влюбленность может пройти. Например, вы покупаете машину, радуетесь, а потом видите, что через 10 лет у кого-то там Бентли, и ваш новенький Мерседес пострадал с этим Бентли – полная чепуха, и вам уже для счастья нужен новый Бентли. Вам подарили, предположим, сетки с изумрудиками, и вы счастливы, а потом увидели на ком-то кулон с бриллиантов 15-20 каратов, и вам для счастья нужны вот эти бриллианты. Вы понимаете, что в шутке счастье – это иллюзия, которую придумали женщины, и есть доля правды. Я вам рекомендую идти путем духовного развития и преодолеть барьер эмоционального счастья. Хотя, если вы понимаете, что вам для жизни это счастье нужно, вы можете к нему стремиться, можете его использовать, но не путайте цели и средства. Если вы человек разумный, вы поймете, что счастье – это средство, средство для того, чтобы в этом мире развиваться. То есть то состояние, которое будет вам поддерживать, желание куда-либо двигаться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok